Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Дожди вроде ушли, но Сочи продолжает жить в режиме повышенной готовности. Последствия шторма обсудили на городской планерке. Эпатаж или безвыходная ситуация? Ночью девушка пыталась прыгнуть с Большого Ривьерского моста. Власти Сочи беспокоит статистика по авариям. Цифры озвучили сегодня на отчетном совещании УВД. Попробовали русские блины и поиграли в кошки-мышки. Сегодня школу в селе Веселое посетила делегация из Китая. Ночной ливень в Сочи не вызвал серьезных последствий. Подтопления были, как обычно, в Адлерском районе. Но ни в один дом вода не зашла. Отрапортовали сегодня спасатели на общегородской планерке. Тем не менее, пока Сочи живет в режиме повышенной готовности. При ливнях в Сочи чаще затапливает именно Адлерский район. К такому стечению обстоятельств готовы и все коммунальные службы, и сами жители. Вот и на этот раз подтопленными оказались дворы домов в Эмеретинской долине. Территория рядом с ЖД-вокзалом. Потоки воды тормозили движение и на федеральной трассе Сочи-Адлер. Участок возле магазина «Фара» снова стал притчей во языцах. В Сочи организовано круглосуточное дежурство. Со вчерашнего вечера работает оперативный штаб. Были ночью незначительные подъемы уровней рек до отметки НИА неблагоприятное явление. Но мы смотрели до каждого сантиметра, отслеживаем по гидрологическим датчикам. Мы умеем справляться с такими ситуациями. Сейчас в настоящее время уровень воды спадает. В горах уменьшились значительные осадки. По Кепше, самая больная наша точка, на сегодняшний день все было в порядке. На сегодняшний день ожидаем значительное снижение осадков. Завтра должно быть, по прогнозу, без осадки. Режим ЧС, по мнению главы города, не соблюдают лишь дорожники ДРСУ. Я говорю, ливневки почистите. Надо понимать, что надо их почистить. Это снять решетки и вычистить до бела. В дома не зашла вода, во дворы зашла. Но дороги стояли два часа в воде. Везде, на самых уязвимых местах поставить машину спасателей по закрепленным территориям. Например, Краснополянская зона в реке, в Кепше, должны стоять ЮРПСО. Что касается Адверского района, там у нас стоят Кубань спас на машинах вместе с сотрудниками администрации. То, что касается Центра и Лазаревки, это наши спасатели. И они должны там действительно реально находиться. И они должны мониторить в ручном режиме. Только в Лазаревском районе за последние сутки образовалось 30 смерчей. В случае неблагоприятного прогноза погоды, всех жителей Сочи снова оповестят в средствах массовой информации. Ну а до туристов, которые еще не сталкивались с коварством сочинских рек и гор, информацию донесут правоохранительные органы. Обсудили на планерке и более приятные новости. К 1 сентября свои двери распахнут пристройки к двум сочинским школам 15 и 82. А уже в эту субботу горожан приглашают на открытие детсада на Мацесте на 120 мест. К концу года мы планируем закончить ремонт школы на 1100 мест. Гимназия номер 6, еще один корпус будет на Макаренко 8А. Готовы закончить детский сад номер 7 на 280 мест в Хости на улице Октября. И также три пристройки еще к трем детским садам. Два в центральном районе и одна пристройка будет в Адлерском районе. Помимо этого, на следующий год мы подаем еще несколько учреждений в наши краевые программы. Потому что город один не справится с таким масштабным строительством. Пристройки на 400 мест появятся и у школ номер 23 и 11. В планах муниципалитета также построят еще 4 детских сада, в том числе на Северной Бытхе. Там же будет возведена школа на 1100 мест. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. 233 одобренных законопроекта и полтысячи рассмотренных вопросов. Кубанские депутаты подвели итоги работы перед парламентскими каникулами. Сегодня состоялась последняя сессия перед летним перерывом. Народные избранники обсудили ряд важных для региона тем. Участие в заседании принял и губернатор края Венемин Кондратьев. Выступил перед законодательным собранием и поблагодарил депутатов за работу. При их поддержке удалось увеличить финансирование сразу по нескольким направлениям. Одно из них – сельское хозяйство. Впервые предусмотрены субсидии на компенсацию за затрат на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. Коллеги тоже еще три года назад, четыре, мы с вами говорили, что у нас нет семян сахарной свеклы, всего 5%. А вот сегодня у нас появились семена сахарной свеклы, появились. На самом деле мы вместе с бизнесом эту проблему сдвинули с мертвой точки. Так вот, 7 миллионов рублей мы, благодаря вам, принимаем это решение на компенсацию затрат нашим отечественным сельхозпроизводителям, если они будут покупать семена, произведенные в нашем Краснодарском крае. То есть вот, пожалуйста, говорили, говорили и сделали. А теперь давайте дальше поможем продвинуть то, что мы создали, притом немалыми деньгами, благодаря бизнесу, еще раз подчеркиваю. На сессии много времени уделили обсуждению национальных проектов. Большинство из принятых решений направлены именно на их реализацию. Вопросы касаются самых важных направлений – от увеличения продолжительности жизни до сохранения экологии. Сохраняя традиции и оберегая веру. Евразийский форум казачьей молодежи впервые проходит на Кубани. 200 казаков из 29 регионов страны, а также их руководители и духовные наставники съехались в Тимрюкский район. Официальный старт форуму дали глава Кубани Бенемин Кондратьев и председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Наши краснодарские коллеги расскажут подробнее. В сентябре 1792 года у берегов Таманского полуострова бросили якорь, лодки переселенцев. Тогда прибыло около 3000 черноморских казаков. Они начали обживать здешние места и стали защищать южные рубежи государства. С тех пор Тамань называют колыбелью кубанского казачества. Сегодня здесь собрались 200 молодых людей из 8 казачьих обществ – от Донского до Оренбургского. Кто-то из них – потомственный казак, а кто-то сам заинтересовался культурой и традициями родной земли. Евразийский форум для юных казачат – это возможность увидеться с единомышленниками и обменяться опытом. Мы можем сказать, что у нас все замечательно и прекрасно. Да, у нас хорошо, но может быть еще лучше. Поэтому идеи, которые мы записываем под карандаш, это то, что касается непосредственно развития молодежных организаций, конкретно в каждом взятом войске. Я думаю, что большой ценностью, наверное, для всех казаков являются принципы казачьего единства, которые декларируются на этом форуме. И мы надеемся и думаем, и хотели бы подружиться с представителями других войск, обменяться лучшими практиками работы. Мы все занимаемся, вот в одном направлении идем. Разница только в том, кто какой уровень уже занимает. У кого-то развито там дошкольное образование, да, уже задействовано. У нас в Оренбургском войсковом казачьем обществе это пока на зачаточном этапе. На таких летних сборах предусмотрены образовательные и духовные программы. Утро казачат начинается с молитвы, а дальше семинары и познавательные экскурсии. График на неделю расписан по минутам. Официальный старт форуму сегодня дали глава Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Мы должны действовать вовремя для того, чтобы сохранить сегодня дух казачества и патриотизм в народе, который пришел на эту землю. Кстати, вот мы специально собрали вас на Тамане. На Тамане – это первая земля, на которую вступили кубанские казаки 227 лет назад. Вот с этого именно места начиналось кубанское казачество. Они вступили на эту землю, поверили в эту землю со своими детьми. Вот вы просто представьте себе, насколько мощные были наши предки. Мы сегодня гордимся нашими предками, но мы гордимся прошлым. Я бы хотел, чтобы наши дети, наши уже последующие поколения, тоже нами гордились. Я очень надеюсь, дорогие наши молодые казаки, что именно вы станете в будущем казачества образованные, патриотичные, профессиональные и духовные люди. О том, как сегодня, в 21 веке развивается казачество на Кубани, наглядно говорят цифры. За последние три года больше 10 тысяч молодых казаков и атаманов пополнили ряды кубанского войска. А в кадетских корпусах казачьих классах сегодня обучается около 90 тысяч детей. Продолжатели славных традиций они с ранних лет понимают. Казак – это не просто носить яркую форму, но и быть членом одной большой семьи, которая не бросит в беде и не предаст свою историю. Образ жизни казака должен быть не только на службе, но и в жизни. Это очень важно. Поэтому, конечно, хотели бы, чтобы вы выросли настоящими лидерами. Вы должны вырасти теми, кто поведет за собой молодежь, ваших сверстников. В целом, будет примером жизни для других, для окружающих. И тогда, на самом деле, может, будет меньше говорить для того, чтобы люди по-настоящему поверили в казачество и казаков. Приходить на помощь – это не просто слова, это должен быть принципом вашей жизни. Прийти на помощь тому, кто просит, кто нуждается. Просто подавать пример. Своим образом жизни, другим. Просто подавать пример. Главная задача казачества сегодня – защита народа и своего отечества. Кубанские казаки с честью выполняют эту работу. Патрулируют улицы, охраняют школы, детские сады. Единственное в России – не несут службы на пограничных заставах. Также в крае появился союз казачьей молодежи. Они помогают ветеранам и инвалидам, берут под попечительство детские дома. Таким опытом уже заинтересовались в других регионах. Именно здесь очень мощные, сильные исторические казачьи корни. И здесь они познакомятся с храмом Покрова Престой Богородицы, который построили казаки в 1793 году. Они поймут систему казачьего образования, непрерывного казачьего образования, которое есть только на территории Краснодарского края. Самое главное, что сегодня губернатор принял решение и предложил, чтобы вот такие форумы проводились со следующего года постоянно на Кубанской земле. Именно Таманский полуостров хранит те славные боевые традиции, которые заложили черноморские казаки. На дарованных Екатериной землях помнят и будут помнить о тех событиях 200-летней давности и передавать их и великую историю от поколения к поколению. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Евгений Береснев, Кубань, 24, Тимрюкский район. Эпатаж или безвыходная ситуация. В ночь с понедельника на вторник девушка пыталась прыгнуть с Большого Ривьерского моста. Она перебралась через каменный парапет, громко кричала и обещала свести счеты с жизнью. Девушка при этом, по словам очевидцев, находилась в явно нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции, прибывшие на место, принялись уговаривать ее не совершать опрометчивых поступков. В конце концов, правоохранителям удалось вернуть 23-летнюю жительницу Тимашевского района на пешеходную часть моста. Девушку отвезли в больницу для обследования. Что стало причиной ее поступка, пока неизвестно. В Сочи проходит операция «Иногородний водитель». Причина проста. В сезон многие едут на курорт на личном автомобиле. Зачастую гости незнакомы с особенностями дорожного движения в нашем городе. При движении по перевалам, крутым поворотам, незнакомы с правильным торможением на затяжных спусках. Тем более, само нахождение на курорте немного расслабляет водителей. С целью предупреждения ДТП сотрудники госавтоинспекции провели рейды во всех районах, в том числе на северных и южных воротах города, постах Магри и Псоу. Останавливая «Иногородних водителей», инспекторы вручали им памятки, разработанные Краевым управлением ГИБДД, специально для путешествующих на автомобиле. В листовке подробно расписано, как сделать свое путешествие безопасным. «Иногородним водителям, нарушившим правила дорожного движения, полицейские выписывали штрафы, в том числе за перевозку детей без удерживающих устройств». Напомнили о требованиях законодательства и водителям такси. Инспекторы рассказали, что перевозчики несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров, вплоть до уголовной. Статистика по ДТП вызывает обеспокоенность. Об этом заявило руководство города и сочинского УВД. Цифры озвучили сегодня на отчетном совещании. За полгода произошел рост дорожно-транспортных происшествий. Их на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Число пострадавших также выросло в этом году 57 человек. Погибло 4 ребенка, сообщил начальник УВД Сочи Сергей Огурцов. И тут, по его мнению, необходимо менять работу в системе ГИБДД, чтобы сократить аварийность на дорогах. Глава города Анатолий Пахомов поддерживает любые предложения, даже если на это понадобится дополнительное городское финансирование. Любые предложения с привлечением общественности будут приняты всегда, во что бы там ни стало. То есть считать деньги на то, сколько мы тратим на безопасность, мы не будем. Это однозначно, потому что главнее всего это безопасность наших жителей и гостей города. Глава Сочи попросил пересмотреть организацию дорожного движения во всех районах курорта. Где-то поменять знаки, где-то открыть дополнительные объездные пути. А чтобы сократить детскую преступность, глава города предлагает организовать студенческие оперативные отряды. В целом, оперативная обстановка в Сочи улучшилась. По сравнению с прошлым годом, количество преступлений следилось более чем на 8%. На 17% стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений. 100% раскрываемость, краж, разбой в грабеже и преступления в сфере незаконной миграции. Выросла раскрываемость угонов машин. Пресечено заказное убийство. При поддержке ОМОН и Росгвардии задержан киллер. Совместно с ФСБ пресечена деятельность двух лабораторий по производству синтетических наркотиков. Задержаны жители Томской и Свердловской области. Изъята крупная партия наркотиков. От 10 тысяч разовых доз две женщины из Росгвардии пытались реализовать в Сочи. Более 60 мероприятий было проведено по факту нарушения миграционного законодательства. Начальник УВД Сочи отметил, что необходимо усилиться в сфере борьбы с контрафактным алкоголем, потому что суррогат в городе в немалых объемах, как и немало поддельных купюр. Одним из приоритетных направлений, считая борьбу с фальшивым анечеством, видом преступления, подрывающие экономическую безопасность государства, стремительно развивающиеся технологии изготовления поддельных денег, требует от всего правоохранительного блока города Сочи принятия замедлительных мер реагирования. Правоохранители регулярно изымают из оборота нелегальное вино. Проводят занятия с продавцами магазинов, как отличить поддельные купюры и как правильно реагировать, если они уже попали в руки. Полиция общественной безопасности также проводит профилактические мероприятия, чтобы высокий сезон в Сочи оказался спокойным. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В России появится ГОСТ на фотосессии для новорожденных. Ввести его планируется уже с 1 января. Согласно ГОСТу, новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно. Уточняется, что стандарт распространяется на фотосессии в любых местах. Фотографировать младенца можно будет только в присутствии родителей и с учетом чувствительности к свету и шуму. В ГОСТе прописаны требования к фотостудии. Так, температура воздуха в помещении должна быть не ниже 22 градусов, влажность 50-70%, проветривание и кварцевание после каждой съемки. Предметы и материалы, которые применяются в фотосессии, обязательно должны быть безопасными и гипоаллергенными. А фотограф, работающий с новорожденными, должен быть старше 18 лет и иметь медицинскую книжку. Не страдать социально опасными заболеваниями – это ряд хронических инфекций, гепатит, ВИЧ, СПИД и туберкулез. А также не иметь судимости и вредных привычек, пишет Russia Today. Попробовали русские блины и поиграли в кошки-мышки. Сегодня сотую школу в селе Веселое посетила делегация школьников из Китая. Цель визита – знакомство с традициями и культурой народов, живущих в нашей стране. Все подробности в нашем следующем сюжете. Делегацию из Поднебесной сочинские школьники встречают в русских традициях с хлебом с солью. Китайцы с удовольствием пробуют на вкус ароматный каравай. Песнями гостей из города Ханчжоу приглашают отведать традиционную русскую кухню и местные блюда. На столе блины, хачапури и компоты с фейхуа. Дети еще долго не отходят от угощений. Говорят, очень вкусно. У нас в Китае тоже есть блюда, похожие на блины. А русские блины я пробую первый раз. Это очень вкусно. Подкрепившись, школьники из Китая отправляются на экскурсию, знакомятся с музеем. Сотая школа – одна из самых новых в Сочи. Ее построили в селе Веселое к Олимпиаде семь лет назад. И одна из самых многонациональных. Здесь учатся 2200 школьников, представители 20 народностей. Мы все очень разные в России, с разными культурами и традициями, но мы все вместе, мы толерантны. Цель визита китайцев в Сочи – культурный обмен. В город на два дня приехали 24 школьника и 5 педагогов из города Ханчжоу. Сотая школа – это показательная школа Адлерского района. Хотим рассказать детям, как обучаются наши российские школьники, в каких кабинетах, в каких актовых залах, как они занимаются спортом, какие у них увлечения. С культурой нашей страны школьники из КНР познакомились еще ближе, посмотрев концерт, подготовленный сочинскими ребятами. Большим сюрпризом для гостей стали подмосковные вечера на китайском языке. Кстати, китайский в Сочи становится все популярнее. Его преподают в нескольких школах, трое выпускников даже сдавали ЕГЭ по этому языку. Ну а такое неформальное общение школьников, уверены организаторы, может стать основой для укрепления дружбы между народами. Очень удивил город и сама школа. Все современное и красивое. Наши страны дружат между собой. И мы хотим, чтобы дружба между нашими народами начиналась еще с детства. Мы планируем пригласить сочинских ребят к нам в декабре с ответным визитом. Кстати, сотая школа хорошо знакома с культурой и традициями Китая. Во время всемирных хоровых игр она уже принимала делегацию из Народной Республики. Мы принимали китайский хор слабовидящих детей. Это было очень трогательно. Они пели как ангелы. Наши дети водили их за ручку и общались с ними. Язык музыки, язык искусства и дружбы. Он абсолютно не требует перевода. И действительно, для теплого общения не нужен переводчик. Вот они уже все вместе играют в кошки-мышки, учатся делать свечи из вощины с кубанскими травами и осваивают городецкую роспись. А завтра гости из КНР отправятся в Большой Кичмай. Там они увидят самое большое в стране тюльпановое дерево, посмотрят, как готовят адыгейский сыр и как растет самый северный в мире чай. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи стартовала юбилейная 10-я всероссийская Диаспорта Киада. В ней участвуют дети с диагнозом сахарный диабет. Инициатором состязаний выступила Российская Диабетическая Ассоциация. Поддержала идею и администрация города Сочи. Сахарный диабет не приговор, это образ жизни. Спорт полезен, но в ювелирных пропорциях, чтобы не навредить. Организаторам удается это делать уже на протяжении 10 лет. За это время в Спарта Киаде приняли участие дети из более чем 60 регионов страны. В этом году участниками Диаспорта Киады стали 36 ребят от 10 до 14 лет из Брянска, Ленинградской областей, Забайкальского края, Крачево-Черкесской, Чувашской республики, а также республики Коми. Каждый год ребята собираются из разных регионов. Как правило, это дети из малообеспеченных семей, которые не могут себе позволить приехать просто так на море отдохнуть. И, конечно же, это для нас огромная честь принимать этих ребят в Сочи. В жизни этих детей все по-другому. И даже спорт им рекомендован для умения управлять своим заболеванием. Мы пытаемся провести образовательную часть, чтобы детей поучить управлять собственным заболеванием в нестандартных условиях. В условиях, ну, фактически лагеря, да, назовем это так. Когда большие физические нагрузки, нестандартные, купание в море, свободная еда. У нас нет никакой специальной диеты. Это давно ушло уже в прошлая диета у людей с диабетом первого типа, который на инсулине. Мы учим их считать еду, правильно рассчитывать дозу инсулина. У диабетчиков зачастую больше нельзя, чем можно. Поэтому любые положительные эмоции – это тоже форма лечения. На этот раз в качестве подарков ребята получили новые глюкометры. Это нам поставили специальный прибор, чтобы измерять сахар. И залепили его пластырем, потому что мы будем заниматься спортом, чтобы он не отвалился. А это можешь показать, как это работает? Они берут специальный пульт управления, прислоняют его и показывают сахар. Приобрести такой аппарат для непрерывного измерения сахара в крови может далеко не каждая семья. Срок его использования – две недели, а стоимость – почти 5000 рублей. Однако ношение именно такого прибора позволяет детям контролировать цифры, от которых зависит их жизнь. Ребят ждал еще один сюрприз. Поддержать их приехала первая участница спартакиады, а ныне победительница чемпионата Европы по зимнему триатлону Юлия Байгузова. Спортсменка рассказала, как добиться успехов, несмотря на диагноз. Зарядившись хорошим настроением, мальчишки и девчонки будут в течение недели соревноваться за звание лучшей команды, которой не страшны любые испытания. Елена Авсецина, телекомпания ФКТ. Сочинцы увидят частичное затмение Луны. Оно произойдет в ночь с 16 на 17 июля. Полутеневое затмение начнется в начале 10 вечера, когда Луна коснется земной полутени. Невооруженным глазом оно будет плохо различимо, но по мере того, как спутник будет приближаться к краю земной тени, потемнение станет более заметным. Максимальная фаза наступит в половине первого ночи. К этому времени более половины диска Луны окажется в южной части земной тени. Конец затмения наступит в 3.17. Наблюдать за явлением можно будет при условии безоблачной погоды. Астрономы советуют использовать бинокль. В момент затмения недалеко от Луны можно будет увидеть Сатурн, а западнее – Юпитер. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова